здравствуйте ребята сегодня мы проведем практическую работу на тему фотоэффект и строение атома цель нашего занятия закрепить знания в умении навыки по теме фотоэффект и строение атома уметь применять полученные знания для решения физических задач давайте повторим основные понятия к здоровой касается фотоэффекта мы будем заниматься по следующему плану мы повторим работу выхода условия возникновения фотоэффекта красную границу фотоэффекта что это такое максимальную скорость вылета электронов задерживающее напряжение ток насыщения законы пистолетово и формулы энштейна и при попробуем применить все это при решении задач и в заключении выполните задание самостоятельно ну давайте начнем с фотоэффекта внешний фотоэффект называется испускание электронных веществом под действием света внешним это эффект называет потому что кванты света передают свою энергию внешним свободным электронам вещества какого-либо которые слабо связаны с ядром и могут покинуть данное вещество это что такое внешний фотоэффект внутренний фотоэффект это происходит внутри вещества впервые явление фотоэффекта было изучено и открыто герцем 1887 году он обратил внимание если направить ультрафиолетовый луч на одно на один из электродов то цепи появляется ток при отсутствии этого излучения тока нет объясняется это тем что свет падая вырывает из этого электрода электроны и эти электроны могут перемещаться под действием разности потенциалов другому электроду то есть цепь замыкается возникает ток это явление получила название фотоэффекта то есть вырывание электронов из вещества под действием света труды герцы были продолжены столетовым и он использовал уже более сложную схему вот на перед вами сосуд из которого был выкачан воздух поместили два электрода и собирается вот такая вот цепь случае попадания ультрафиолетового излучения на катод то оттуда вырываются электроны и они движутся к ноду то есть возникает цепи цепи данный ток который фиксируется милиамперметром напряжение вольтметров и в результате данного эксперимента столетов установил следующие закономерности наиболее сильное действие оказывает ультрафиолетового излучения из всего спектра излучения под действием света из катода вырывается отрицательной частицей и сила тока прямо пропорционально интенсивности свет то есть чем выше интенсивность света тем выше ток насыщения и существует минимальная энергия которая называет работой выхода которое необходимо чтобы вырвать электрон из данного вещества если же энергия меньше этой минимальной то работы выхода не осуществляется в случае если частота падающего света достаточно то вырывается электрон это называется работой выхода если же работа выхода больше чем частота падающего света то электрон не только вырывается но ему придается некоторая кинетическая энергия и работа выхода зависит от свойств данного вещества то есть большая эта энергия или маленькая температура вещества и частоты и частоты поверхности данного вещества работа выхода обычно выражается в электрон вольтах в электрон вольт 1 электрон вольт это 1,6 на 10 минус 19 джоули 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 это в системе сии для большинства веществ фотоэффект возникает только под действием ультрафиолетового излучения однако некоторые материалы например литий калий натрий испускает электроны и видимом спектры света например платина при работе выхода 6,3 электрон вольт достаточно чтобы вырвать электрон для серебра эта энергия минимальная 4,7 для цезия 1,94 электрон вольта теперь задерживающее напряжение вот если вот данную установку поменять потенциалы то есть к аноду подключить минус а катоду плюс то вырванные электроны не могут достичь анода то есть цепь не замыкается цепи отсутствует ток вот этот это минимальная разность потенциалов которые сдерживают электроны которые вырвались под действием света называют задерживающим напряжением ведь свет вырывает электроны электрон начинает двигаться в эту сторону так как здесь отрицательный потенциал то минус минус отталкивается электроны не могут достичь анода это задерживающее напряжение вот это задерживающее напряжение оказалось не зависит от интенсивности света яркости освещенности а зависит только от частоты падающего света вот этот и на минимальную энергию еще называет красная граница фотоэффекта это минимальная частота или максимальная длина волны падающего на металл света при котором наблюдается еще фотоэффект и как вы помните это энергия из формулы кванта находится ашню равно а работе выхода либо если частоту выразить через длину волны то есть c делить на лямбда это же формулу можно записать в таком виде из этого соотношения можно найти минимальную частоту которая называет красной границы фотоэффекта то есть работу выхода нужно разделить на постоянную планка или же то же самое отсюда выразить можно длину волны hc делить на работу выхода или так через частоту или таким образом через длину волны можно найти красную границу фотоэффекта дальше столетов обнаружил что если мы будем увеличивать разность потенциалов то ток фототок будет расти достигнет какого-то максимального значения и рост тока прекращается вот эту величину когда ток рост тока прекращается называют током насыщения вот первый ток насыщения это второй ток насыщения ток насыщения зависит от частоты падающего света или она пропорционально световому потоку это закон установлены столетом то есть ток насыщения прямо прямо пропорционален падающему световому потоку. И из этого закона можно найти скорость вылетающих электронов. При задерживающем напряжении ни одному из электронов не удается достичь анода. Поэтому мы можем записать, что энергия МВ квадрат, кинетическая энергия движения электронов будет равно сдерживающему или задерживающему напряжению ЕУ. Или отсюда с этого соотношения можно найти скорость фотоэлектронов. Вот эта максимальная скорость, которая может быть у фотоэлектрона, может быть определена вот по этой формуле, выраженной вот с этого соотношения. В 1905 году было выяснено, что максимальная скорость вылета электронов не зависит от интенсивности света, а зависит только от его частоты. Увеличение частоты приводит к возрастанию скоростей, что это было с точки зрения классической физики необъяснимо. Казалось бы энергия, интенсивность света больше, то и скорость должна быть больше, но оказалось, что не зависит от этого. Она зависит только от частоты падающего света. Вот эти закономерности ни Герцу, ни Столетову не удалось объяснить. Объяснение этому дано было в 1905 году Эйнштейном. он показал, что свет не только излучается отдельными порциями, квантами, но и поглощается отдельными порциями. И эта энергия кванта, одного кванта, вот, один квант, вырывает один электрон, то есть тратится этой энергией на работу выхода электрона из вещества и придания ему кинетической энергии. Эту же формулу Эйнштейна для одного фотона можно записать и по-разному, то есть вот таким образом. Hn равно работе выхода плюс кинетической энергии. Раз. Лиже Hn или эта энергия будет равно Hn, красной границы фотоэффекта, плюс E умножить на запирающее напряжение. Либо эту же формулу можно выразить через длину волны. Вот она перед вами. C, n, это C делить на лямбр. Или же вот во второй формуле, здесь красную границу выразить через длину волны, тогда эта формула запишется вот таким образом, через длину волны. А это у нас работа выхода, поэтому данное выражение уравнения Эйнштейна можно записать еще вот таким образом. Вот они перед вами различные формы записи формулы Эйнштейна. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вариантов одной и той же формулы. По сути, формула Эйнштейна это закон сохранения энергии, то есть показывает, куда расходуется энергия падающего света, одного кванта, на работу выхода и придание ему кинетической энергии. Таким образом, можно выделить основные свойства фотоэффекта. Первый, ток насыщения прямо пропорциональный интенсивности падающего света, это еще Столетово установил. Максимальная скорость вылета электронов не зависит от интенсивности света, определяется только частотой падающего света. Существует красная граница, минимальная частота света, при котором возможен еще фотоэффект. Четвертое, явление фотоэмиссии практически безинертное, то есть мгновенно происходит. Фототок появляется сразу же после включения света. Это безинерциально. Запирающее или задерживающее напряжение не зависит от интенсивности света и зависит только от частоты. Вот пять основных свойств, закономерностей фотоэффекта. Фотоэффект имеет очень широкий спектр применения. С помощью фотоэффекта воспроизводится звук кино, автоматизированные станки, то есть под действием света включили и что-то запускается, контроль размера изделия, фотоумножители, так называемые, фотометрии и так далее. Это все мы рассматривали, когда изучали тему фотоэффекта. Теперь попробуем применить это все при решении задачи. Вот первое. Работа выхода электрона из закиси меди равно 5,15 электрон вольт. Вызывает ли фотоэффект ультрафиолетового излучения длиной 250 нанометров? Итак, работа выхода у нас 5,15 электрон вольт. Это минимальная энергия, которая может вызвать фотоэффект. Длина падающего света 250 нанометров. Переведем электронные вольты в систему ситой джоулей. Каким образом переведем? То есть умножим 5,15 на 1,16 на 10 минус 19 джоулей. То есть, вернее, 1,6 умножить на 10 минус 19 джоулей. Если мы 1,6 умножим на 5,15, получится 8,24 на 10 минус 19 джоулей. А 250 нанометров, наном это 10 минус 9, или это 3,5 на 10 минус 7 метра. Для возникновения фотоэффекта необходимо, чтобы энергия фотонов, падающей на металл, была равна по величине работе выхода вот этой энергии из этого металла. Это красная граница фотоэффекта. А формула для красной границы мы только что записывали. H, ну равно работе выхода. Используя соотношение, что частота связана с длинной волной вот этим образом, C делить на лямбда, так как у нас длина волны дана, подставим его вот сюда, вот, вместо частоты, получим H, C делить на лямбда равно работе выхода. Рассчитаем энергию падающего фотонов. Вот это и есть энергия, работа выхода. Это энергия падающего, это минимальная энергия. Поэтому мы запишем E равно H, C делить на лямбда. H у нас постоянная планка, то есть 6,62 на 10 минус 3 четвертой степени. Скорость света 3 на 10 восьмой. Лямбда у нас 2,50 на 10 минус 7. Перемножим и разделим, получим 7,94 на 10 минус 19 джоури. Разделив его на 1,60 на 10 минус 19 джоури мы получим ответ в электрон-вольтах. 4,96 электрон-вольт. Как видите, 4,96 вольта. Эта энергия меньше, чем 5,12 электрон-вольта. Поэтому мы можем утверждать, что фотоэффект при такой длине волны не будет наблюдаться. Ответ. Вот. Эта энергия меньше, чем работа выхода. Вторая задача. Отрицательно заряжена цинковая пластинка освещалась монохроматическим светом длиной 300 нанометров. Красная граница для цинка составляет 332 нанометра. Какой максимальный потенциал приобретет цинковая пластина? Ну, давайте запишем дону. Падающий свет монохроматический 300 нанометров. Красная граница – 332 нанометра. Нам нужно найти, какой максимальный потенциал, то есть разность потенциалов, другими словами, задерживающие напряжение. Переведем систему Си. Вот оно. И запишем формулу Эйнштейна для фотоэффекта, связанную с задерживающим напряжением. Вот эта формула. Мы только что повторяли. Теперь перенесем Е умножить на З в левую часть, или его оставим в правой, а работу выхода перенесем влево. Тогда это будет Е умножить на З, на задерживающие напряжение, будет равно Ашню минус работа выхода. Вот это написано. Теперь остается нам выразить разность потенциалов, то есть задерживающие напряжение. Оно будет равно вот этому. То есть каждый из этих слагаемых нужно разделить на Е. Вот это мы разделили. Работа выхода по условию задачи не задана. Ее можно выразить из условия красной границы фотоэффекта. Работа выхода при красной границе фотоэффекта находится вот таким образом. Мы это находим, так как в этой формуле нам неизвестна красная граница фотоэффекта. Вот эта величина. Когда здесь у нас частота падающего света, вот эта частота теперь нам нужно найти, выразится по этой формуле. То есть работа выхода так, а эта частота будет найдена вот таким С на лямбда. Подставим. Вот вместо Ню С делить на лямбда. Вместо работы выхода Аш С делить на лямбда К. Тогда получится вот такое выражение. Вот Аш умножить на Ню, то есть С делить на лямбда. Вот написано. Минус. Вот минус работы выхода. А работа выхода, вот какой имеет вид. Аш С делить на лямбда К. Аш С делить на лямбда К это работа. А Е осталось. Е это заряд электрона. Если мы посмотрим, то Аш умножить на С делить на Е. Это одинаковый множитель. Можно вынести его за скобку. Вот вынесли. Аш С делить на Е. В скобках останется 1 делить на лямбда, а от второго останется минус 1 делить на лямбда красной границы фотоэффекта. Это и есть наша расчетная форма. Это окончательный вид для вычисления. Но мы можем подставить данное значение, вот данную формулу. Все, что у нас есть. Постоянная планка, скорость света, Е заряд электрона, лямбда у нас по условию 3 на 10 минус 7, красная граница 3,32 на 10 минус 7. И проведем арифметические действия. Для этого вот этой скобки приведем к общему знаменателю. То есть это знаменатель умножим на первый умнож. Это является дополнительным множителем для первого слагаемого. А 3 на 10 в 7 дополнительным множителем для второго слагаемого. Другими словами, 3,32 на 10 минус 7 умножим на 1. Вот это получится как. И 3 умножить на 10 в 7 умножим на 1. Вот это получится. А знаменатель у нас будет общий. Произведение этих двух чисел. Вот что и написано здесь. Далее. Это мы перепишем пока. А 3,32 отнимем от 3. Получим 0,32 на 10 минус 7. 3 умножим на 3,32. Получится 9,96. И дальше уже арифметические действия. Вот этот весь числитель между собой перемножим и знаменатель перемножим. В числителе получится 6. Вот оно выражение. Какое число такое длинное. В знаменателе получится такое число. 10 минус 33, 10 минус 3 сократится. А 6 целых. Разделим на 15 целых. Получится примерно 0,4 вольт. В округленном виде. Округленный до десятых. Это у нас ответ. Итак, разность потенциала в этом случае будет 0,4 вольта. Третья задача. Определить красную границу фотоэффекта. Для цезия. Если при облучении его поверхности фиолетовым светом длина волны будет 400 нанометров. Максимальная скорость при этом будет 0,65 мегаметров в секунду. Вот дано. Длину волны опять переведем метры. Мегаметров в секунду переведем метры в секунду. Мега это 10,6 запятую на один знак вправо и получится 10,5. И дальше. Запишем, что при облучении света красные условия для красной границы фотоэффекта. Вот оно как. Мы только что его записывали. Снова посмотрим на него. hc делить на лямбда красной границы равно работа выхода. Откуда мы выразим и красную границу, которую нам требуется найти. Это hc делить на работу выхода. h у нас есть, c есть. Работу выхода надо найти. Работу выхода мы запишем, найдем его из уравнений Эйнштейна, в котором удобная формула вот этого для вычисления нашего. Мы рассматривали до этого, повторяли разные формы уравнений Эйнштейна. Удобно нам использовать вот это вот, для того, чтобы найти работу выхода. Работа выхода в этом случае будет равно hc делить на лямбда минус mv квадрат делить на 2. Вычислим его, чтобы вот сюда его потом подставить. Вместо hc подставим свои числа. h это 6,62 на 10 минус 3,4 постоянная планка. Скорость света 3 на 10, 3 на 10 восьмой. Длина волны у нас 4 на 10 в седьмой. Минус, это масса электрона, вырванного электрона. А масса электрона 9,1 на 10 минус 31 степени. Это постоянная из справочника взяли. И, наконец, v квадрат. v у нас 6,50 на 10 в пятый возведенный квадрат и делить на 2. Если мы проведем вот эти все арифметические действия, то получим 3,05 на 10 минус 19 джоулей. Значит, работу выхода мы можем подставить это число. Подставим. h у нас постоянная планка, скорость света разделить на работу выхода. Вот оно написано. Проведя арифметические действия, мы получим 6,51 на 10 минус 7 метра. И ответ запишем в нанометрах в виде целого числа. То есть запятую перенесем вправо на 2 знака. Это станет 10 минус 9. Это 651 нанометров. Значит, красная граница 651 нанометра. И вот эти вот переходы все, как джоули перевести, электрон в вольт, электрон в вольт и джоули, нанометры в метры и так далее. Вот это все нужно понимать и запоминать. И тогда ответ у нас красная граница 651 нанометр. Четвертая задача. Найти работу выхода с поверхности некоторого металла, если при поочередном освещении его электромагнитным излучением длиной волны первая 0,35 сначала облучает микрометров, потом длиной волны 0,54 микрометра. И максимальной скорости фотоэлектронов при этом отличается в два раза. Давайте запишем данное. Первая длина волны по условию 0,35, вторая 0,54 и скорости отличается в два раза. Это можно записать, что V1 делить на V2 равно 2. То есть первая скорость больше второй в два раза, потому что длина волны меньше. Тогда скорость будет больше. Переведем микрометры в метры. Вот она получилась как у нас. И попробуем произвести расчеты. Для этого запишем уравнение Эйнштейна для первой волны и для второй. Вот для первой она будет иметь вот такой вид. Для второй волны такой вид. Это готовая формула. Мы его использовали для первой волны и для второй. То есть индекс 1 поставили, индекс 2. Скорость тоже индекс 1, индекс 2. Так как это падает на одно и то же вещество, работа и выхода будет одинаковая. Масса – это масса электрона. Отсюда следует, что вот вместо V1, мы если выразим, то это будет 2V. То есть два раза больше. 2V1 если выразить, 2V будет. И вот сюда вот подставим 2V. Вот подставили. А второе перепишем без изменения. Дальше. Из уравнения 2, вот со второго, выразим MV2 делить на 2. И подставим его в первое. Вот сюда вот. MV2 делить на 2. 2 в квадрате 4 будет. Если отсюда выразить, то это будет HC делить на λ2, отнять работу выхода. Вот это мы выразили. Теперь его подставим во второе. Вот сюда вот. HC λ1 останется. Работа выхода осталась без изменения. 2 в квадрате 4. А MV2 квадрат делить на 2. Это будет МВ1. А MV2, МВ2, МВ2 квадрат вернее делить на 2. Дальше теперь выразим. Отсюда следует, что вот это выражение преобразуем следующим образом. HC на λ1 будет равен работе выхода. Вот это вот работа выхода. Четверка, вот она, 4. А MV2 делить на 2, мы его нашли вот таким образом. Вот HC λ2 делить на 2. HC делить на λ2 это MV2 делить на 2. Дальше теперь. Теперь раскроем скобки. Это работа выхода. 4 работы выхода. Вот когда мы раскроем скобки, 4 здесь появится. Вот 4 HC делить на λ2. А 4 работы выхода. Работа выхода. Отнять 4 работы выхода. Будет 3 работы выхода. Вот она записана. Тогда у нас окончательно будет HC делить на λ1 будет равно вот этому. Вот последнее выражение. Конец. Из этого мы сделаем следующие выводы. 3 работы выхода перенесем в левую часть, чтобы найти его потом. С минусом она перейдет, с плюсом. Вот она, 3V. 4 HC делить на λ2 осталось. А HC делить на λ1 перенесли вправо. Она с минусом перешла. Вот записана. Теперь вынесем HC за скобку. Вот HC вынесем за скобку. Тогда четверка вот эта останется. Вот она, 4. И разделим это все на 3, чтобы выразить работу. И мы получим вот такую расчетную формулу после простейших преобразований. Подставим наши числа. Вместо частоты, вместо скорости, вернее, не частоты, а постоянная планка, скорость света. 3, 4 осталось. λ2, вот оно. λ1, вот записано. Проведем эти все арифметические действия. Получим 3,01 на 10-19 джоули. Или это разделим на 1,6 на 10-19. Получится 1,9 электрон вольтов. Ответ обычно записывают в электрон вольтах. Значит, работа выхода будет 1,9 электрон вольтов. Пятая задача. Найти освещение, натрий, вернее, освещается монохроматическим светом с длиной волны 40 нанометров. Определить наименьшее задерживающее напряжение, при котором фототок прекратится. Красная граница фототок фотоэффекта для натрия 584 нанометра. дано длина волны падающего света 40, красная граница для натрия 540 нанометра, 584 нанометра. Переведем его в систему СИИ. Нам нужно определить наименьшее задерживающее напряжение. У задерживающие или запирающие. запишем формулу для фотоэффекта Эйнштейновского уравнения. Вот оно, где имеется задерживающее напряжение. Частоту заменим С делить на лямбда, так как у нас длина волны дана, не частота. Вот здесь частоту заменим. Работу выхода мы выразим вот этой формулы Hc делить на лямбда красная граница. E умножить на Z перепишем. Работу выхода вот оно. Отсюда нам нужно будет Hc делить на лямбда красная перенести левую часть. То есть Hc вот она осталась отнимается от этого выражения. И это равно E умножить на U запирающие. Отсюда теперь остается выразить да, прежде чем выразить, удобно, наверное, вынести Hc за скобку. Вот постоянную планку умножить на скорость света здесь и здесь, если вынесем его за скобку, тогда здесь один останется, здесь один. И, наконец, найдем задерживающее напряжение Hc делим на E. Вот это расчетная наша формула для запирающего напряжения. приведем, чтобы потом с числами к общему знаменателю не приводить, вот эту скобку приведем к общему знаменателю. Вот оно как будет. Лямбда красный умножить на 1, лямбда умножить на 1, знаменатель лямбда общий умножит на красную границу фотоэффекта. Вот это записано. вот именно в эту мы подставим числа, которые у нас имеются. Вот подставили все, что у нас есть по условию. Как видите, здесь вот постоянная планка, скорость света. Дальше лямбда красная это 5,84 просто лямбда 0,4 10 минус 7 у них общий вынесем за скобку. Здесь е заряд электрона 1,60 на 10 минус 19 тоже постоянная величина и лямбда умножить на лямбда красной границы. То, что здесь вы видите. Проведя эти несложные арифметические действия, отняв, умножив, разделив, мы получим 28,9 вольта. Это наш ответ. Значит, это разность потенциалов достаточно, чтобы фототок прекратился. То есть электроны перестали достигать анода. Пятая задача. Кванты света с энергией 4,9 электрон вольт вырывает фотоэлектроны из металла с работы выхода 4,5 электрон вольт найти максимальный импульс передаваемой поверхности металла при вылете каждого электрона. Вот оно. Значит, это энергия кванта, а энергия кванта ашню пишется. 4,9 электрон вольт. Работа выхода 4,5 для вычисления как обратить внимание сначала надо перевести в джоули а вот ответ в электрон вольт надо записывать. Итак, переведем как умножим это число на 1,6 на 10 минус 19 получится так и для второго точно так же поступим. Запишем форму для фотоэффекта уравнения Эйнштейна или МВ квадрат делить на 2 это кинетическая энергия более короче. Теперь кинетическая энергия как сказали МВ квадрат делить на 2 вот оно умножим числитель и знаменатель на М тогда М умножить на М квадрат делить на М зачем мы это сделали так как М умножить на В это есть импульс МВ это есть импульс А МВ квадрат на В квадрат – это импульс в квадрате. Значит, кинетическая энергия – это импульс в квадрате делить на 2М. И вместо этой кинетической энергии подставим В квадрат на 2М. Получим вот такую запись. Остается отсюда найти импульс. Для этого второе слагаемое оставим Ашню, отнимем работу выхода. Вот Ашню отнять работу выхода – это есть П квадрат делить на 2М. Отсюда выразим П квадрат. Для этого 2М перенесем вправо, как множитель. Получится вот это. Теперь выразим П без квадрата. Тогда появится корень квадратный. Это и есть наша расчетная формула, куда нужно подставить наши данные. Ашню – это есть 7,84. Работа выхода – 7,2. Вот оно. 10 минус 19 так и есть. 2 масса электрона – 9,1 на 10 минус 31 кг. Если мы проведем эти все арифметические действия, то мы получим 3,4 умножить на 10 минус 25 кг на метр, деленный в секунду. Это и есть импульс искомый. Ответ. Седьмая задача. Плоский серебряный электрод освещается монохроматическим излучением длиной волны 83 нанометров. Определить, на какое максимальное расстояние от поверхности электрона может удалиться фотоэлектрон. Если вне электрода имеется задерживающее электрическое поле напряженностью 10 вольт на сантиметр. Красная граница фотоэффекта для серебра – 264 нанометров. На какое расстояние может удалиться электрон от поверхности металлов, если возникает задерживающее напряжение, напряженность поля этого, которого вот это, на это расстояние обозначим T. Запишем уравнение для фотоэффекта вот таким в виде. Работа выхода hc на лямбда красной границы. Сюда его можно подставить. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона может быть выражена через е умножить в задерживающее. Вот она кинетическая энергия. Мы это уже отмечали. Энергия фотона теперь hню. Мы запишем через длину волны. То есть, ню равно c делить на лямбда. Тогда все это соберем в эту формулу и получим. Вот сюда подставим hc делить на лямбда. Вместо работы выхода подставим вот это вот. А вместо кинетической энергии подставим е умножить на z. Вот тогда уравнение Эйнштейна примет такой вид. Далее теперь. Задерживающий потенциал связан с напряженностью электрического поля. Вот такой формулой. Да, любая разность потенциалов связана с напряженностью поля этой формулы. У задерживающий е умножить на d. Это мы еще, наверное, на первом семестре проходили. Вот воспользуемся этой формулой. Что разность потенциалов связана с напряженностью. Напряжение с напряженностью вот по этой формуле. Подставим вот сюда вот. Получим тогда последнее выражение. Уравнение перепишется в таком виде. Где наше неизвестное d имеется. Его мы оставим. А это слагаемое перенесем влево. Перейдет с минусом. Получится вот такое выражение. Остается выразить d так. hc вынесем за скобку. Вот hc. И разделим на е умноженное на е большое. А когда мы вынесли за скобку, здесь один, здесь один. И получим расчетную формулу такую. Расстояние максимальное, которое может удалиться электрон от поверхности металла, можно вычислить по этой формуле. Подставим сюда все наши числа. И получим 1,02 на 10 минус 2 метра. Или его в виде десятичного числа запишем. Это 0,012 метра. Это наш ответ. В виде десятичного числа. Вот это все вы можете найти в учебнике физики 11 класса. Или же вот по этим ссылкам вы можете найти материал дополнительно по решению задач по фотоэффекту. Спасибо вам за внимание. А сейчас вы будете выполнять практическую работу. Вот возьмите с сайта портала нашего практическую работу, прочитайте его внимательно и выполните. Успехов!